Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня хочу рассказать вам об одном случае из моей юридической, можно сказать, жизненной практики. Случилось это буквально несколько дней назад, и я еще тогда подумал, что надо об этом снять видео, потому что случай забавный и интересный. В начале недели я собрался поехать в суд по делам своего клиента, в один из подмосковных судов, городских судов, в небольшой городок, недалеко от Москвы. Ну и собрался, естественно, у меня в руках был портфель, как и подобает адвокату, я оделся и вышел из дома, и собрался сесть на пригородный поезд, чтобы как раз доехать на общественном транспорте до места своей работы. А там у нас с клиентом идет как раз процесс, посвященный вопросу раздела совместно нажитого имущества. Это одна из моих специализаций нынешних. И вот я вышел из дома, сделал буквально несколько шагов, фигурально выражаясь, ну вообще-то метров 300 от дома отошел, перешел небольшую дорогу, такую автомобильную дорогу, по одной полосе в каждую сторону, очень узкой, я всегда перехожу в этом месте. И когда перешел ее, по привычке вот так хлопнул по своему карману внутреннему и понял, что бумажник я забыл дома. То есть ни денег у меня с собой, ни пластиковой карточки с собой нету для оплаты соответствующих билетов. И я резко развернулся и назад начал переходить эту дорогу, желая успеть побыстрее домой, для того, чтобы взять кошелек и успеть еще на тот самый пригородный поезд, который я себе наметил. Обычно я путь всегда рассчитываю по времени, очень четко. Вот. И краем глаза я смотрю, что слева едет автомобиль полицейский. Ну, обычная машина такая, раскрашенная в соответствующие цвета. Но я перед ней перешел дорогу, она не старалась как-то меня не пропускать, наоборот, притормозила. Я перешел дорогу и направился к дому быстрым шагом. И вдруг эта машина поворачивает плавно ко мне, с правой стороны подъезжает, и такой очень вежливый, но в то же время настойчивый голос сотрудника полиции мне говорит. Молодой человек, подождите, пожалуйста, подойдите сюда. И машина останавливается, я подхожу к окошку, уже заведомо с чувством, что я что-то не то делаю, что я виноват, потому что по тону полицейского было это понятно. Он говорит, он выходит из машины и говорит, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Но я уже совсем чувствую себя преступником каким-то, я достаю паспорт, предъявляю документы. Он говорит, вы дорогу в неположенном месте перешли, вы знаете об этом? Вот там вот есть пешеходный переход. Я говорю, да, я знаю, понимаете, у меня такое дело, я очень спешу, вы меня извините, пожалуйста, я больше так не буду. Я забыл дома бумажник, вообще я адвокат, сейчас еду в суд ко времени, вот опаздываю. Он говорит, ну хорошо, хорошо, сейчас мы составим протокольчик на ваши нарушения, не бойтесь, штрафовать вас не будем, но предупреждение вынесем. И садится в автомобиль, начинает составлять протокол. А паспорт мой передает, напарник у него сидит на соседнем месте напарника, он ему говорит что-то типа, Вася, звони, значит, узнавай, есть ли у человека штрафы какие-либо. И меня спрашивают, у вас есть штрафы за вождение? Я говорю, нет никаких штрафов, сейчас проверим. Вася звонит, значит, куда-то к себе там в участок, называет мою фамилию, имя, отчество, Михеев Георгий Юрьевич, и выясняет, есть ли у меня штрафы. Ему отвечают, что штрафов нет. Сотрудник полиции составляет протокол, я тут же достаю удостоверение уже адвоката, говорю, вы знаете, я не обманываю, честно, я адвокат, он смотрит, говорит, ну да. Вы знаете, очень спешу, денег нет, забыл, если сейчас опоздаю на электричку, скорее всего в суд опоздаю. Он говорит, ну что же делать, я должен составить протокол, хотите, распишитесь под протоколом и идите. Тут уже я как юрист думаю, а насколько это безопасно для меня, что он там в протоколе напишет, а я уже подпишу, я говорю, нет, давайте уж тогда составляйте. Он действительно старается, быстро составляет протокол, пишет мне, что я виноват в нарушении ПДД, как пешеход, перешел дорогу в неположенном месте и признан виновным наказанием предупреждения, действительно никакого штрафа. Вот, подписывайте, я подписываю. Он говорит, ну все, я говорю, вы знаете, просите, пожалуйста, можно вас на секундочку? Он сидит в машине, он так на меня смотрит, немножко удивленно. Выходит из машины, захлопывает дверцу, и мы заходим с ним за автомобиль, там где нет видеорегистратора полицейского. Это машина ППС и сотрудник полиции из соответствующей службы, лейтенант. И он тут же, не ожидая моих вопросов, переходя на ты сразу, ну я не в претензии, он говорит, слушай, ты понимаешь, у нас сейчас идет рейд такой, борьба вот с нарушениями пешеходов, а ты перешел перед нашей машиной и сразу попал под видеорегистратор. Мы ничего не можем сделать. Я говорю, слушай, да вообще никаких проблем, все нормально. Говорю, я сейчас не успеваю уже за деньгами домой вернуться. Дай 200 рублей, говорю я ему. Вот, он так на меня смотрит, такими ясными, как сейчас помню, голубыми глазами, и не задумываясь совершенно, расстегивает на рукаве, у них вот форменный бушлат, на правом рукаве молния, вот так прям достает как раз 200 рублей и дает мне. Я говорю, большое спасибо, я вернул, говорит, да не надо. Я говорю, как не надо, нет, долг чести, обязательно верну, уже собираюсь уходить, но тут он мне говорит, а может тебе телефон дать, чтобы ты на телефон скинул? Я говорю, а точно, давай телефон. Он мне диктует телефон, мы крепко жмем руки, я ему искренне говорю спасибо и ухожу. Потом сажусь в поезд пригородный и уже оттуда с телефона, у меня там есть возможность к карте банка подключен телефон, я скидываю ему эти 200 рублей и пишу благодарственную смс-ку. Вот такой случай, то есть с одной стороны в этот день меня вроде бы немножко выбило из колеи, вот это неожиданное происшествие, я и кошелек забыл и попал на административную ответственность, кстати, которая сохраняется в течение года, то есть через год я буду считаться неподвергнутым этой ответственности, а пока что я считаюсь в течение всего года подвергнутым административной ответственности. Если я еще раз нарушу правила, здесь меня уже оштрафуют на определенную денежную сумму, согласно статье 12.29 КОАП. Но это лирическое отступление, вообще забавный случай, то есть с одной стороны сотрудник полиции поступил как довольно строгий человек, должностное лицо, неотвратимо меня наказал, с другой стороны по-человечески, не задумываясь, мне дал деньги совершенно незнакомому человеку, но я их вернул, правда. Лично меня ситуация позабавила и даже настроение мне немножечко приподняло тем довольно ненастным мартовским утром. Я вам желаю хорошего настроения, успехов в ваших делах, здоровья и увидимся в других видео. До свидания.